Интересные факты об анаконде. Посмотрим! Наверное, именно анаконды являются одними из самых известных в мире змей. Они известны даже там, где они не водятся. А все потому, что они являются крупнейшими представителями своего рода. Причем народная молва склонна еще больше преувеличивать и без этого впечатляющие размеры этих созданий, наделяя их сверхъестественными способностями. Большинство этих слухов не имеет ничего общего с реальностью, но нельзя не признать, что анаконды действительно чрезвычайно опасны. В старой литературе их называли «водяными удавами». Первое упоминание об анакондах датировано с середины XVI века. Об этих огромных змеях рассказали столкнувшиеся с ними испанские конкистадоры. Будучи сытыми, эти создания никогда не нападают первыми. Среди всех существующих сейчас на Земле змей, анаконды являются наиболее массивными. Большую часть жизни анаконды проводят не на суше, а в воде. Как и другие змеи, анаконды время от времени обновляют кожу. Но они предпочитают делать это в воде, обдирая бока о камне на речном дне. Существует множество сведений об обнаружении анаконд длиной 8-10 метров, а то и больше, но все они являются неподтвержденными. Самый крупный экземпляр, когда-либо пойманный, не достигал и 6 метров в длину, но весил при этом целых 97,5 килограмм. Самки анаконды обычно раза в полтора длиннее и массивнее самцов. Эти создания плохо приживаются в неволе и редко живут в заперти много лет. Анаконды абсолютно не ядовиты, и их слюна совершенно безвредна. Беременность у них длится до 7 месяцев. Чтобы согреться, они часто выползают на сушу, но никогда не отдаляются от воды. Несмотря на свои внушительные габариты, анаконды умеют ползать и по деревьям. Правда, делают они это очень редко и обычно не забираются высоко. В случае наступления засухи и невозможности перебраться в другой водоем, анаконда обычно зарывается в ил и впадает в оцепенение. А с наступлением сезона дождей, ее жизнедеятельность возобновляется. Вынашивая детенышей, самки анаконды сильно худеют, теряя при этом иногда до 50% своей массы. Они могут как рожать живых детенышей, что обычно и происходит, так и откладывать яйца. Взрослые анаконды могут практически не бояться других хищников. Однако зарегистрировано несколько случаев успешной охоты на них крупных кайманов, которым удавалось одолеть гигантскую змею. В Южной Америке анаконды водятся во всей тропической зоне, но только к востоку от Анд. К западу от этого горного хребта они не встречаются. Новорожденные детеныши анаконды, которых за раз может появиться на свет до сотни, могут достигать длины 80 см. Сетчатые питоны могут превосходить анаконд по длине, но они существенно уступают им по массе. Взрослая анаконда легко может проглотить человека. Из-за того, что обитают эти змеи в основном в труднодоступных районах, их численность до сих пор не оценена. Некоторые южноамериканские индейцы охотятся на анаконд из-за их ценной и дорогостоящей шкуры. Пищу их мяса тоже употребляют. Нью-Йоркское общество защиты дикой природы учредило премию в 50 тысяч долларов за обнаружение анаконды длиной более 9 метров еще в 30-х годах прошлого века. С тех пор сумма несколько раз менялась в большую сторону, а длина змеи в меньшую. Однако награда так и остается не востребованной. Ученые считают, что анаконды никогда не охотятся на людей целенаправленно, но при случае напасть все равно могут, потому что люди для них такая же добыча, как и любое животное. В среде этих змей зафиксированы случаи каннибализма. Взрослые анаконды при случае запросто могут съесть своих более молодых и мелких сородичей. Проглотив крупную добычу, анаконда может переваривать ее от 2 до 4 недель, забравшись куда-нибудь в укромное место. Анаконды растут на протяжении всей жизни, ребра у них подвижны и они могут раздвигаться, позволяя змее заглатывать очень крупную добычу. Обе челюсти также не соединены друг с другом, а максимальная продолжительность жизни анаконд в дикой природе до сих пор не установлена. На сегодня все, спасибо за просмотр, надеюсь видео вам было интересно, но не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!